Газета «Восхождение» 1085 номер. Эта газета выходит накануне Гиммутамус, то, что называется «День Рэбби». Каждый понимает это по-разному. Некоторые считают, что Рэбби ушел, некоторые считают, что он остался, и даже действует еще больше, чем раньше. Поэтому это в день, что называется «День Рэбби». Как я решил отметить его в нашей газете? Я вместо, значит, прочувствованных слов о Рэбби, о том, какой он хороший или был хороший, я решил дать интервью с человеком, который был у него на их идут, что вещь довольно редкая, потому что, начиная с какого-то года, когда число хабадников и нехабадников, которые приходили к Рэбби, достигло довольно высокого уровня, то Рэбби принимал только очень, так сказать, отдельных людей на их идут, на обстречу с глаз на глаз, или целой группы. Короче говоря, это, так сказать, их идут стал вещью редкой. А Рэбзуши Прос, старый хабадник, человек, который прошел всякие испытания в 30-е, 40-е, 50-е годы, он знал аресты своих близких и так далее, он и к Рэбби поспел еще тогда, когда можно было прийти на их идут, и вот я беру у него интервью, и он рассказывает, как это происходит, он говорит, что к Рэбби обязательно нужно было ехать с подарком, то есть нужно было сделать что-то для евреев. Он рассказывает, что, значит, перед чем поехать к Рэбби, он, значит, рванул в Алимовский клуб, чтобы рассказать о осенних праздниках, чтобы что-то уже было у него, так сказать, о чем сказать Рэбби. Когда он нашел к Рэбби, то Рэбби, хотя он не писал об этом Рэбби, не говорил, где он был, но Рэбби сказал, что ты был в Геват-Ольга, значит, в каком-то Алимовском центре, Мерка Свята, может быть, а ты сказал ли ты, Новым Алим, что Эр-Цесраэль сделан из стекла? Дело было, если я не ошибаюсь, в 60-е годы, когда обстановка была очень напряженной. Бедный Рэбзуша, у него сразу, как он мне рассказывал, проскочил, значит, ассоциативный ряд, стекло, хрупкое, бьется. Неужели опять война? И, как бы, отвечая на его мысли, Рэбби сказал, нет, я не об этом. Ты должен просто рассказать евреям, что Эр-Цесраэль, она сделана, как бы, она прозрачна. То, что у нас сейчас говорят, прозрачная экономика и так далее. Эр-Цесраэль, она прозрачна. И все, что делается в Эр-Цесраэль, все, включая себя, это мой комментарий, и плохое, и хорошее, все это видно народам мира и отражается в их поведении в этом мире вообще. Ну, еще тут всякие есть интересные вещи, так что желающие могут купить восхождение или зайти на мой сайт «Синий вечер» в живом журнале. И еще один интересный материал тоже, это, кстати, в каком-то смысле открыт на гемотомоз. Мой знакомый, Миша Кантор из Ленинграда, у него случился фокус. Он собирался вообще жить в Ленинграде, продолжать свою жизнь там. И в Эр-Цесраэль приехать на несколько дней на заседание общества Макаби международного. Но там он познакомился со старым Хабадником, который, наверное, уже тогда был болен. И когда Миша приехал буквально месяц назад или около того в Эр-Цесраэль, ему сказали, что он находится в больнице, положение очень тяжелое. И Миша тогда оставил Макаби в сторону, сел у его кровати и не отходил к нему 20 дней. Эти 20 дней, как он пишет, как он говорит, вернее, они перевернули его жизнь. И вот я сейчас процитирую, так сказать, закончу цитатой. У Робнисона я увидел практику. Мы дружили 20 дней. Они мне все перевернули. Достойно жил, достойно ушел. А проводить его приехали хасиды со всего Израиля. Препятствий на пути хватало. Но он мне рассказал притчу про богача, у которого каждый день на столе лежала большая вкусная рыба. Кто-то вошел, увидел с плюсной руками. Но чем же он тогда почтит субботу? У Робнисона, у его друга последних 20 дней, было чем почтить. Знаешь, можно говорить и говорить, но невозможно передать Малхут величием. То есть от пожилого еврейского старика, который готовился уйти в другой мир, который, в общем, не отличался богатырским ростом, от него исходило вот это самое величие, которое так редко мы встречаем в нашем мире.